Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. У нас с мужчиной месяца три были дружеские отношения, потому что я была, потому что я не готова была ни к чему, не так давно ушла от мужа и сказала ему об этом, он ждал, просто переписывались. Ну смотрите, вы говорите о том, что у вас не было никогда больше мужчин, и сейчас вы говорите о том, что у вас на протяжении вот какого-то времени, да, значит, дружеские отношения с мужчиной. Я, честно говоря, вот думаю, что вы здесь, ну, немножечко лукавите, вероятно, вот. Потому что если вы никогда не имели дружеских отношений с мужчиной, вот, или с мужчинами, то вряд ли вы сможете так... Ну, легко их построить. Вот. И очевидно, что это были, ну, не совсем дружеские отношения у вас. Следующий момент заключается в том, что если случилось, ну, вот, случилось так, что вы ушли от своего мужа, да, и вы говорите о том, что... Ну, что вы девушка гуляющая, да, и так далее, вот, такая домашняя получается и прочее. Вот, очевидно, что это расставление с мужем вашим, вот, для вас является травмой. То есть это, очевидно, психотравма для вас. И, соответственно, нужно убедиться в том, как мне кажется, нужно убедиться, необходимо убедиться в том, что вы не травмированы. Вот, ну, расставанием с мужем, вот, вашим. Вот, для того, чтобы иметь возможность двигаться дальше, двигаться дальше, вот, для того, чтобы иметь возможность идти вперед. Вот, для того, чтобы иметь возможность выстраиваться новые отношения, новые отношения, вот. Ну, действительно, я действительно думаю и соглашаюсь с вами в том, что вы не готовы сейчас к отношениям. Это правда, я уверен в этом, я действительно уверен, что вы не готовы к отношениям сейчас. В общем, если вы не проживете, не будете проживать травму свою, вот, расставание с мужем, то вполне может случиться так, что вы не будете капелы никогда. И будет всегда, будут всегда какие-то оправдания, да, всегда будут какие-то отговорки для того, чтобы в отношения не вступать. Ну, как бы, совершенно очевидно, на мой взгляд, да, что ничего хорошего из этого не получится, не получится. И это не сделает счастливых вас, и это не сделает даже, вот, счастливых ваших детей. Да, потому что, ну, они как-то будут чувствовать, что их мама, да, вот, ну, несчастлива, вот. Поэтому, вот, тут вот такой момент. Дальше. В итоге встретили с барана, он меня поцеловал, но третий был интим, так как мы давно друг другу нравились. Ну, вот, опять же, да, здесь вы, говорите, был интим. И в самом этом факте ничего плохого нет. Был и был. Ага. Тут важнее немножко другое. То, что вы, в какой-то степени, на мой взгляд, игнорируете свою ответственность в этом. То есть вы говорите просто, был интим, не был, не был. А вы его выбрали. Этот интим. Вот. Ну, потому что вам хотелось, потому что вам, вот, были вы как бы расположены там, и так далее, неважно. Вот. Но вам нужно, вам нужно признать, что вы приняли такое решение, что вы захотели это, вы сделали этот выбор. Вот. Ага, уж мужчина, да, мужчина, как он на это отреагировал, да, как он это воспринял. Мы можем здесь только гадать. Вот. Как он для себя это увидел. Он сразу отписался, как поехал домой, общались. Никто из нас в некоторых отношениях, речь не заводит, так как у него год назад супруга умерла, а я после развода. Но, честно говоря, не понимаю, почему он продолжает как раньше спать это доброе утро и отсчет, как он проводит день на работе или поехал на отдых, фотка и шлет. Вот. Ну, очевидно, что человек, вот, к вам привезлась, вот, очевидно, что ему на вас не все равно, вот. Ну, вот, как мне кажется, да, вот, ему на вас не все равно, вот. И, очевидно, как-то, что человек, ну, вот, таким образом проявляет к вам внимание, вот. Да, ну, как умеет, конечно, ну, проявляет, вот. Для него, действительно, прошел год и, может быть, он уже готов к новым отношениям, а вы нет. Насчет встречи я сама не спрашиваю, он намекает сам, что как-нибудь увидимся еще. Хотели бы спросить? Картинку утром шлет, иногда сердечками не могу его понять, он меня как замороженную котлетку держит. Что именно вы хотите понять и для чего? Почему-то складывается такая ситуация, что вам как будто бы мало своих ощущений, вот, своих реакций на мужчину. Он знает, что у меня муж был единственным мужчиной, и я не гуляющий, и мужчин друзей не было никогда. Как же вы тогда дружеские отношения поддерживали? Я сама неплохо зарабатываю, детей обеспечиваю. Понимаю, что он не готов на себя взять ответственность. У меня двое детей маленьких. То есть, если бы он был готов взять ответственность, вы бы и хотели замуж. Получается так? А вот из чего вы понимаете, что он не готов? Откуда у вас это впечатление, что он не готов? Может быть вам хочется об этом сказать, но вы не решаетесь? И вы ищете просто такое чувство, да, такое ощущение, когда вы поймете, что мужчина готов. Вот. То есть, из чего вы делаете вывод, что он не готов? Так, ну и я не хочу замуж, мне пока хватило первого брака. Вас никто не доставляет выходить замуж еще раз. Вот. И, повторюсь, нужно прожить травму, ну, расставание с первым мужем. Потому что там были, очевидно, какие-то деструктивные моменты, которые могут проявиться и в новых отношениях тоже. Я несколько раз его блочила, блочила и не отвечала, но он все равно каждый пытается поддерживать связь со мной. А зачем вы его блокировали? Из какого чувства? И не отвечали, из какого чувства? Он просто не поймет для чего. А зачем вам понимать для чего? Ну, предположим, вы ему нравитесь. Вот. Какая разница? Определяющим моментом здесь является ваша реакция. Ваша реакция. Ваше поведение. А у меня складывается такое впечатление, что вы как будто бы не доверяете себе и боитесь, что он вас подчинит, что он вас добьется. И вы сдадитесь просто. Это вот такое недоверие себе получается здесь. Так. Встречаться он не торопится явно не для интима. Здесь у вас есть страх, что вас используют. Вот. Вот. И я думаю, что, ну, естественно, этот страх не на ровном месте появился, да. И я думаю, что абсолютно нормально испытывать вот такие переживания. Вот. Но видите ли, тема использования, да, она проистекает из слабых личных границ. То есть человеку кажется, что его использует человек, ну, вот переживает вот этот момент, когда его используют, да, он переживает этот момент. Именно, значит, именно, когда у него слабый личный границ. Вот. Поэтому, на мой взгляд, ваша задача заключается в укреплении своих личных границ. Если мы говорим, вот, о том, да, чем может, допустим, помочь вам психолог в ситуации в этой. Вот. Дальше. Зачем отчитывается, когда ехал, что делал, при том, как у меня дела никогда не спрашивают и по имени вообще не называют. Есть особенности мужчины, и я не думаю, что мы можем как-то вот, ну, гадать, да, относительно того, что значит его поведение. Вот. Мне кажется, да, знаете, такой, ну, хорошей идеей, идеей, пытаться, ну, понять человека, да, вот. Поэтому здесь вам нужно обратиться к себе, да, нужно обратиться к своим собственным ощущениям, вот, и поисследовать. Значит, следует, что устраивает вас или нет то, как складывается ваше общение с мужчиной, вот, в принципе. Вот. Потому что, если нет, то в этом, на мой взгляд, человека нужно поставить в известность, вот, и дать ему, как минимум, понять, что вас это не устраивает. Значит, ну, вот, самый такой вариант, распространенный в ситуации большей, к сожалению, такой, чтобы мужчина просто находится с вами в таких отношениях, которые ему сейчас удобны. Вот. 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 Он, ему действительно, может быть, не так нужен интим, да, вот, ему не так важна какая-то вот физическая связь и, ну, физический контакт, вот, как ему нужно вот то, что он делает. Вот. И, если вас это не устраивает, то вас нужно просто больше ему об этом узнать и этого, в принципе, я думаю, будет достаточно, вот. Но вы не пытаетесь понять для чего, вот. Дело в том, что мужчина может сам не знать для чего он это делает, вот. Вот. Ну, просто потому, что так бывает, вот. Еще вам необходимо самой, да, значит, продвигать свои интересы, вот, и защищать свои интересы. Необходимо это все делать. Дальше. Ага. Так. Странный. Зачем тогда пишет, может, скучно? Ну, я так не думаю. Вот. Я так не думаю, но, тем не менее, спорить с вами тоже не собираюсь. На этом все. Всего вам самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Удачи!